Песны и утешителю души истинны, И живи везде сыты, и вся исполняя Сокровища благих и жизни подателю Приди в стиле селны, и очистины от всяких скверны, И спасти Боже души нашу. Молите. Господи, благослови наше занятие. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истины. Прибудь с нами в этот воскресный день. Дай нам все услышанное заполнить. Дай нам силы исполнить. И пошли на нашем пути людей, Которые можно было бы поделиться тем, Что мы сегодня услышали. Хвала Тебе, честь и поклонение. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Зайдите уже туда. Когда же настал вечер, К нему привели многих бесноватых, И он изгнал Духа в Слово и исцелил больных. Да сбудется, реченное через пороку Исаию, Который говорит, Он взял на себя немощи наши и понес болезни. Исаия 53, 4. Толкование. Недужных привели к нему вечером. Не вовремя, но Он, как человеколюбец, исцелил всех. Затем, чтобы ты не усомнился, Как он мог в короткое время исцелить столько болезней, Евангелист приводит в святели Исаию. Хотя пророк говорит о грехах, Но Матфей приложил его слова и к болезням. Так как большая часть их рождается от грехов. Вопросы? По себе могу сказать... Боленька, ребята, извините сюда, братья. Изветь это, вот. Все. Здесь Сихилак говорит, Что многая часть болезни рождается от грехов. Поближе извините сюда. Когда со мной случилась эта вот болячка, онкология, И когда я стал понимать, От чего это? Когда уверовал, что от грехов. И тогда пошло исцеление. Когда стал менять свою жизнь, Загрехованный на безгрешный. Тогда и пошло исцеление. Ну, тут написано, что многое, Большая часть болезней их рождается от грехов. То есть бывает, что болезни, Не по грехам, да. Читаем мы. В другом месте, что... Да, слепорожденным. Нет, это к славе. Здесь все скинь на пол, а их две туда. Чтобы вот эта не сидела. Здесь она заслоняет. И когда мне пришла мысль благодарить Бога за болезнь, Что она такая заразная, Страдающие плоти перестают грешить. Вот. И сегодня тоже считали, что... Бог, кого любит, того и наказывает. И когда мысль приходит, что эта болезнь посылается по любви, Где-то гордыня может какой-то, Ну, лежишь на болезнь, Ничего не может, что-то, как говорится, это. Вот. И приходит усмирение. Бог пропускает болезнь. Ну, посылает... Скворки, посылает и утешение. Когда выздоравливаем, конечно, приятно. Кому-то болит приятно. Есть такая тоже. Передача для тех, Кто болен, Для тех, кто любит лететь, Для тех, кому это именно нужно. Сумулянты. Сумулянты, да. Вопросы по этому стиху. Господь исцелил, Изгнал духов словом и исцелил больных. То есть, сначала изгнал духов. Каких духов? Духов злобных. Потому что, когда... Ты знаешь, тех, 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 Он сейчас говорит, Почему я не болею? А еще не злится человек. Когда человек злится, Внутри вот эти... И духи начинают там то, 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 то. То, 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 то. Ну, дух не мирный. А раз он не мирный, То и начинает и тело страдать. Как говорится, В здоровом теле здоровый дух. Но тут надо наоборот. Как бы, если дух мирный, То и тело страдает не будет. Ну, бывает, что и злодей, Твои зло здоровье много. Недоумение проходит. А чем у него столько здоровья-то? Ну, Бог так вот. Пускай, чтобы тоже люди видели, То есть, ну, благ, неблагоселенький, Недоумение проходит для себя или для людей. Что-то повернулся и... А можно еще и для всех людей говорить. Кому не слышно, поднимите руки. Да не не слышно, а просто видно, что я не вонюшу беседу. Всем слышно, вы этот аппарат наденьте, Аппарат наденьте, вам купили, Игнать Пискевич, и вам будет слышно. Ну, вовремя останавливайся. Сказали, ты сразу принял, Бог. Тебя в любом месте ссадят сразу, На твоем молоте. Ты учитывай все абсолютно. Вот сказали, вести. Я вчера разобрал, сколько, пять человек, Установил очередность в один день. И не стали спорить. Вопросы есть? Да я не знаю, какой вопрос. Вопросы прочитали. Идем дальше. Евангелие от Матфея, 8 глава, 18 стих. Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, Велел ученикам отплыть на другую сторону. Толкование. Ибо не был он славолюбив, А вместе хотел уклониться и от зависти иудеев. Славолюбие, когда уклоняется, Что может народ не на показ творить добрые дела надо. Можно? Да. Ну, а славолюбие? У нас очень славолюбивые сейчас вот это, Все, кто предстоятели в церквах, У них просто чрезмерное славолюбие. Почему они не хотят вести занятия? Батюшка сегодня опять об этом говорит. Занятия? Да нет, такого там даже опропы. Опропы. Почему? Потому что это они должны дать тебе возможность, Человеку, у него таланта нету сказать слово. По слову Божьему, нету таланта сказать слово у него. А талант у него какой? Повторюха. Вот то, что ему дали, занаряженное в церкви, Это он может повторить. И то не все. Нет, еще и голоса нет. Помните, у нас отец Валентин был здесь, В Покромском соборе. Ну, умер. Очень священник любил говорить. До такой степени. И вышел священник, и начинает говорить. И я сначала не понял вначале так. Мы стоим в правом притворе, А он в центральном. Всего три притвора. И в центральном. И там около алтаря стоит там. Далековато. Я думаю, я не понял сначала. Я потихоньку между людьми продвигаюсь, продвигаюсь. Я понимаю, я не понимаю, о чем он говорит. А он говорит, горячо так. А он там что-то говорит. Оказывается, он косноязычный. Косноязычный. Ничего не понятно на русском языке. Говорит, ну так любит говорить. А такие яконы, взычные. Как выйдет, там глаза такие. Как скажет одно слово. Все трясется. Говорить не любит. Не просто говорить не любит, читать не любит даже. Ну, возьми ты златоуста, выйди, народу прочитай. Нет, не любит. А теперь, есть люди, которые любят. Вот с Игнатик начнем. Он там у них был еще молодой. Ну, вы видите, он любит, умеет читать. Да поставьте его, пускай он читает. Вам что, жалко? Эхе-хе-хе. Это они понимают хорошо. Сразу народ пойдет к нему. Начнут его вопросы задавать. Он стоит, читает. Значит, он что-то знает. Что-то может сказать. А здесь взятки гладкие. Никто не вышел, ничего не сказал. Значит, так все должно и быть. Как? Никак. Пустыня. Ни одного оазиса нету. Передохли все давным-давно уже. У кого какие-то мозги были. Вот все точно такие, как у нас Василий Николаевич. Вот его нету. Ну, нету. Понятно почему. Нету. Да. Вот точно такие. Вроде бы человек есть, вроде ходит. И здоровый. И глаза смотрят. И даже ест хорошо. А ничего не может не сказать. И вот ни на один вопрос еще не ответил нам. Никому. Почему? Матфея, 8 глава, с 19 по 20 стихи. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему. Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Иисус. Лисицы имеют норы и птицы небесные, гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову. Толкование. Книжником называет законовеца. Видя многие знамения, он подумал, что Иисус получает от того прибыль, посему старается сделаться последователем его, чтобы самому получать. Но Христос, видя его намерения, сказал как бы так. Следуя за Мною, ты надеешься сделаться богатым, но не видишь ли, что я не имею даже дома. Но, таков же должен быть и последователь мой. Он сказал это с тем, чтобы убедить его последовать за собою, переменив намерение. Но он удаляется от него. Некоторые под лисицами и птицами разумеют демонов, которые названы так по их лукавству и действию воздушного. Поставьте туда. Посему, по разумению, Христос как бы так говорил книжнику. В тебе живут демоны, посему не вижу в душе твоей обители для себя. Себя с большим боком. Смотрите, я специально взял посудинки две. Вчера показали, мы посмотрели фильм, золото добывает как. Люди вручную, сами. А я никого не боюсь. У меня жена детей надо кормить, видела? И он, значит, так, идет, ну, просто как траншея. Потом там яма. А от ямы там вниз идет, и он там сидит киркой. Целый день, говорит, я вот так долблю. И оттуда набрал ведро, и оттуда тащит это ведро на улицу, вот так кожилица. А потом вытащил, высыпает во что-то, там речка рядом. И идет он там, промывает, 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 все кончилось. И он там смотрел, смотрел, и маленькие две песчинки какие-то. Это все. Ничего нет. А потом показывает уже, видимо, достали большой экскаватор, он берет, нагружает на машину, на тракторную тележку, там опрокидывает. Большой такой, вода у них там подведена откуда-то, хлещет. И промывает. Она где-то там такое, на чем отмывается, я их раньше не видел, она по частям, как лента. И теперь они выбирают оттуда чуть-чуть побольше. Это как же дорого. Это столько мой, и показали те, которые нашли отмытые. Такие, ну, вот такие вот, несколько штук. Они всякие изогнутые, но это уже золото. Так это техники. Я к чему говорю, талант. Мы привыкли, талант, это человек что-то умеет делать и чем-то отличается от других. Талант рисовать, талант танцевать, вот петь там, жениться, разводиться. Это тоже талант надо, чтобы вобрать женщину, он себя выдал за такого павлина. Это тоже талант. Его тут в Барнауле поймали такого. А сколько талант весит? Золото. 26 с половиной килограмм и 44. По сегодняшний день я не знаю, это отеческая мера была. Ну ладно, не 24. Ну возьмем вот здесь вот. Тут 2 килограмма может войти? Давайте посчитаем, да и все. Вот, глядите. Давайте посчитаем быстренько. Сейчас я подсчитаю. Вот так вот, глядите. 40 сантиметров. Здесь 3 чашки уходят. 3 так, ну и так 20. 60. Вот этот весь стол, если вот этими заставить, 60 от этих чашечек. Если здесь по килограмму нажать. Почему по килограмму? По 2 килограмма. Почему по 2 так? Ну по 3. В 1 литр вмещает 19,7 килограмм чистого золота. Понятно. 20 килограмм. 1 литр. Здесь больше литра, где-то 1,5 литра. Вот получается, вот эта чашка будет весить 30 килограмм. Одна. 30. А вот эта, это 2 литра с половиной. 2,5 литра. Тут еще больше. Это 50, да? Нет, ты что? Ну смотри. Все, это я просто сказал. Теперь взгляди. 50, 50. 50, 50. 50, 50. Понять, если по золоту. 50 килограмм. Да нет, 50. Очень тяжело. Что, не поверили? Нет, конечно. Ну и все. Вот оно все и дело. Почему я геологом работаю, а вы нет? Вот такие слиточки, они подъемные. Вот слиточки, они тяжеленные. А вам, значит, по килограмму. 50, 50. Плотность. Скажите, сколько в 10-литровом ведре будет килограмм? Вот 10 литров ведро. Не знаю, много. Чего? Ну умножьте на 19,7. Ладно. Я к чему говорю? Слово талант. Я на то, чтобы душу одну обратить, нужны тысячи талантов. Давайте мы скажем, что 20 талантов у человека не бывает. Господь показал только 10 талантов. Один, два, пять, десять где-то. А чтобы душу обратить, тысячи. Сколько тысяч не сказал? Вот я к тому говорю, что Игорь говорил, что отец Валентина, я от него хорошо знаю. Его дочка ходила там на занятия несколько раз. Да, на что? Да, дочка. А он любил очень быть веселым. Говорю, с Красноярска его прислали где-то оттуда. Там еще. Тысячи! Вдумайте об этом. Вот это вот на столе, вот таким слоем, ну даже вот здесь вот набрал, даже 50. Так это тысячу набрать, это уже 20 надо, если 50 килограмм. А эти тысячи, вообще возразить нельзя. Стол сломается просто. Я на том, что это еще преувеличивал. А чтобы крестить, ни одного таланта не надо вообще. Ничего не надо. Лишь бы ходила в руках, ходила. Лишь бы был рукоположен. Никакого. И поэтому, когда начинаешь говорить, и души обращаются, с ними что-то делается неладное. Вот были такие эпоха. Истинно православные крестьяне, тихоновцы. Они подпольщики. Они не признавали Сержевскую декларацию. Их узнавали где, и властям предавали свои же попы. То есть вот эти вот, которые есть. Выдавали подряд все. На них кровь всех этих христиан. Это уже абсолютно точно. Это я знаю, там был. И вот, одна из них сюда приехала. Мы с ней побеседовали, и она обратилась. А они что, паспорта не признают, советскую власть не признают. Дети в школу не ходят. А здесь совпали интересы церкви и государства. Моя задача, чтобы он стал христианином. А христианином, значит, никакого антихриста-то и нету. Паспорт это не печать антихриста. Она это поняла. Пошла паспорт выписывать. Там испугались, где-то из Тамбова. Оттуда еще два и приехали, спасать ее. Приехали, как считай, к Иую, когда все еще подошли, зашел, назад не возвращается. Они отстались. Тогда они вместе все, 32 человека. И все 32 обратились. Ты помнишь? Одна из них, тетя Тоня была, Бакланова Антонина Георгиевна. Самый близкий мой друг. И их, вот здесь, у них не сработало. Они, я, что с ними делать-то? Я их посылаю к местному настоятелю. Он не мог решить, потому что явно они пришли. Явно оттолкнуть их как нельзя. Но и принять их он не может. Он всю жизнь против боевал. И тогда послали их в Новосибирск, когда был Гидеон, архиеписто, Докутин. И он их всех утвердил в том звании, в котором есть. Священца там не было, но монашки были. В монашестве их не подстригали и приняли здесь. И вот одна из них, Раиса Шишкина, вот ее показания, для слова Божия нету, там есть. Это единственный человек, который хлебнул через край этой середянца, а она против меня дала показания. Единственный человек. Тут написано. Она давала деньги, а следователь допрашивает. Он у вас просил? Нет. Ну требовал? Нет. Угрожал? Нет. Статьи нету. А как? А я давала. Ну он как сказал? Ну он говорил, вот мы это, издаем это. Я сама принесла. А она писала, то уже не так, он ее вызвал. Единственный человек, который вызвали в тюрьму, и при свидетелях начался допрос. И она от всего отказалась. Нет, 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 нет. Не требовал ничего. Я говорю, Раиса Шишкина. Раиса, умирать будем. Следователь, как воскрыстался сразу. Это был Пичагов Виталий, нет, Пичагов Владимир Кузьмич. Вы что ей угрожаете? Я говорю, я не угрожаю. Вы судом Божьим угрожаете. Я говорю, конечно. Ты скажешь неправду, на суд Божий это пойдет. Я уже арестован, я уже связанный сижу. У меня достаточно этого? Нет, говорю. Он не сказал. Но жена была, я при ней, и как, ну, он не сказал, что на что-то потратит. А мы помогали же всем людям, которые есть. И все. Статья сдохла. А ее потом здесь утвердили, она была настоятельницей, потом она с Химонахинией была, Ксении какой-то, я не знаю, кем-то еще. Потом Алтайская комиссия, журнал, и там о похорнах много было сказано. Но из ее биографии ни слова нет, что она через нас пришла здесь. Ни одного слова нет. Вот как Господь делает. И поэтому мы даже, что Игорь сказал, истинно так, они страшно словолюбивые, что от него что-то отойдет. Ну, садись, слушай и говори. А он не может говорить, потому что у него глаза пеленой страха засунули. Вот когда человек дрожит, у него бывает пелена, закрыл глаза, он ничего не видит. Вот утро стрелецкой казни. И бывало так, что уже на Шахоте, как Достоевского, пощадили. И потом говорят, ты видел, как родственники шли, плакали? Он говорит, я ничего не видел. А делали так, когда везли, то веревку, она обязана была зубами держать, до телега идти. А другие связаны. Я ничего не видел. Я понимал, свет погас навсегда. Мы каждый день должны вот это ощущать. Мы умерли для Христа. А если этого нету, я детям это говорю. Если страха Божия нет, ничего с них не будет. Ничего. Просто жили и не жили. В первую очередь, начало мудрости, трея страх Божий. Наша мама, Мария Егоровна, привела нам страх Божий. Будешь танцевать, на раскаленных гвоздях будешь прыгать там. Мы бы там боялись, ни в Евангелии не слышали. Я это не слышал слова. Я в Евангелии только ни пора, ни в него посмотрел, это отверженное. И здесь вот мы сейчас считаем, как просить у Бога духовного рождения. С духовным рождением Бог отверзает тебе небо. Все таланты. А как? А тебе никогда не узнать, что этому человеку требуется. Я из практики говорю, часто подходят и говорят, но как вы узнали, что этому человеку такой стих из Библии надо? Никак я этого не знаю. Я просто сидел, говорил, этот стих у меня в глазах появился, я его прочитал. А ему этот стих как раз, он говорит, я искал всегда ответ, а теперь я нашел. Я понял, здесь Бог. Пошли. Парфея 8, 21-22. Другой же из учеников его сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мною и представь мертвым погребать своих мертвецов. Толкование. Кто предает себя Богу, тот не должен обращаться опять к житейскому. Конечно, должно почитать и родителей, но Бога надлежит предпочитать им. Отец же ученика Севу был еще и неверный, как это видно из слов, предоставь мертвым, то есть неверным, погребать своих мертвецов. Если же сему не позволено было похоронить и отца, то горе тем, которые поступив в монашество, возвращаются к мирским делам. Монашество. Это уже на филах-то монах был. Уже ничего нельзя было, его все время разворачивало туда. При чем тут монашество-то? Откуда слово монашество в миру? В миру он ничем не связан, идет и проповедует один, и они идут и умирают, эти люди за Христа. Они этого не знают. Вот сейчас курсы открыли, замечательные. Ну, какие курсы? Преподается, о чем я говорил, скрыть таланты. Я говорю, у меня сын Дьякона был, этого Бурдина, как раз, слово сказать. Он ему внущенок был. Ну, до того пацаненок хороший. Ну, тоненький, как тростинка, и высокий, чуть-чуть не менее. Я ему взял пуражку, повесил на гвоздь, на столб. А как я возьму? Я говорю, ты выскочил без пуражки, а теперь бери, каждая разная. Он, давай, я показал, вот так руками обнимай, ногами вот так зажимай, подтягивайся, потом опять. И он залез и достал. Достал. Реакцию я не ожидал. Он сел на скамеечку и заплакал. Я говорю, что ты заплакал? А я и не знал, что я умею лазить. Открытие одного таланта лазить, из него выжило слезы, которые никогда не показали. Вот эти тысячи талантов, то открой. Понимаешь, я говорю о том, что недостижимо, но это реально. Вот триумф. Вся раз в фильм, меня Володя попросил, давай посмотрим. Ну, посмотрел, триумф, запомни, в школе. Очень, в смысле, если по безбожьему, то хороший фильм. Бешеный класс, и в бешеный класс пришел учитель добровольно, он умел выводить. Да и они его доводили до коленя, до белого. У него там, наверное, инфаркт был. И, наконец, он вывел их, где в городе есть отличники, он поставил задачу выше всех отличников этот класс сделать. А класс просто, ну, некуда даже ведеть. На партах сидят, смеются, учитель отвернулся, они у него книжками, ни один учитель больше дня не там не был, менялись. И он усумел вывести. Здорово, но без Христа это вот изменяющее время. Фильм. Вот. Это, это есть. Он их хорошими-хорошими сделал. Он показал будущее им, кем вы будете. Ну, он весь отдан здесь. Ну, а что это без Бога? Слово Христос ни разу не поминается нигде. Да, действительно, ты положил огромный, тут ничего не скажешь. Он разные придумал манеры такие, чтобы их привлечь внимание. Они отворачиваются, спиной сидят, между собой базарят. И он тогда наставил там это, кофе стоит или что там. Не знаю, что там у него. Какао. Какао. Вот такая баночка. Если что, одного под баночку, вот он какой-то колотит через 30 секунд, что ли. А что он сказал, если все будете внимательно слушать, да, вот если 30 секунд прослушайте все внимательно, я обещаюсь, вот это выпью. А их заинтересовало, это он пел. Ну, если вырвет, тогда не обижайтесь, я вас облюю туда. Ну, вот он пел, кто-то выпил кое-как, они опять сидят, никогда не слушают, тут слушают. Главное ему было заставить слушать. Опять отвечает, это подлежащее, это сказуемое, это вот 2х24, они ничего не знают. И теперь дальше, второй пьет, каждая лица, третью, и упал. А то он уже показал. И приучил слушать. В столовой идти по двое, как у нас в лагере. Только по двое. А она заскочила вперед, мы не можем сдвинуться, пришла без очереди. Первый пункт у нас, мы одна семья. В семье так не делается, а ее никто не трогает. Если не вернешься, они без обеда остаемся. Стояли, стояли, она тогда пошла, девчонка, ну, 5-6 класс. И она все-таки эти правила записали, мы одна семья, в первую очередь. И все эти пункты ее по двое. Ну, и проще это. И, наконец, они сидят. Никто не верил. Ну, это не надуманно. Фильм на реальных фактах. Я верю. Фильм бывает, накручивают, а здесь я поверил. Но в конце только сказал, а это ничего не дает. Ну, даже сделал бы он, все сделали, в высшем архимеде, все были в Эйнштейне. Что польза, так когда мы умрем. И в аду, в будущем, в муках увидишь, где? Я вот этих детишек-то всех до самой глубины не знаю, но бывает, вот это вот крайнее. Ты знаешь, насколько умная? Это никуда нет. И Господь показывает так. И она такие слова говорит, что взрослый даже не скажет. Провожает, Надежда, все же, Васильевна, вот провожает, внимание, на них отвлекаешься, а не на меня. Понимаешь? Она родителям говорит о Боге, о вечности, о суде. И не один раз. Но в этой среде она никуда. То есть, она первая пойдет среди такой же ровни, она первая будет падшая. Это надо сохранить. Это цветочек, который расвел на помойке буквально. вот как. Вчера я посмотрел, его там как звать, он говорит, обращайтесь ко мне, учитель, допустим, такой, Тайван, Иван, сэр, чтобы после этого было сэр. А они говорят, сэр. Вот я однажды, когда прочитал, русские приехали туда, и говорят, у Вас непослушные ученики что делают? А в тюрьму сажаем их сразу. А как, согласться родителей. На один месяц. Ну, а там уже, да как, с заключенными. И он здоровый, дубина, он подошел к нему, как корреспондент, российский-то, ну, и подошел и спрашивает, Вас как звать? Джен, сэр. И хлопнул, говорит, каблуками. Вот это да. А почему ты оказался здесь? Потому что балбес, сэр. А в чем балбес? Отца с матерью не слушался, сэр. Вот это, говорит, нашим бы не помешало, говорит, туда. Они вот за полмесяца вымышляли, а уже месяц кончится, как вот судьба человека. Я, говорит, разговариваю с советскими уже, не могу, чтобы не щелкнуть каблуками. Вот как умели учить. Англичане, насколько достоверны, говорит, вели детское доказание в школах. Уже вот. В какой-то одной школе. А? В одной школе. В одной школе? В одной школе, да. Раньше-то это матерь было, и в русской школах было. С Богом. Пошел. Че, уехали, да? Следите за Виктором Николаевичем. Вот тот час заканчивает, он там, 26 глава Матфея, и сразу переходит на противосектантский. Вот развернем. Это я в университетах давал. Евангелие от Матфея, 8 глава, с 23 по 24 стихи. Когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Толкование. Господь взял с собой в корабль учеников, дабы они увидели чудо, попускает им быть в опасности от бури для того, чтобы с одной стороны приготовлялись к искушениям, а с другой, увидев чудо, тем более уверовали. Он спит с той целью, чтобы ученики его пришли в страх, осознали свою немощь, и обратились к нему с молитвой. Посему евангелист говорит, Матфея 8, 25-26, Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерны. Потом встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Толкование. Не называет их неверными, а маловерными, потому что, когда сказали, Господи, спаси нас, они показали всем веру. Но слово погибаем уже не было от веры. Им не нужно было бояться, когда он был вместе с ними. Заметь, что укоряя их в маловерии, Господь дает знать, что маловерие привлекает опасности. Посему сперва он утишил их душевное волнение, а потом их морское. У вас выключилось-то? Аппарат выключился? Да ты что. Можно? Да. Ну, я хотел сказать, вот здесь говорится, Господь наш пастырь, и пастырями он сделал людей. Вот свои, вот это, пастыры как батюшка, батюшки все, и митрополиты, патриархи, ипископы. И они не могут быть без пасты. Пастырь не может быть без пасты. Но если он пастырь, сидит один в шалаше, и собака рядом, ни одной овцы нету. Ну, это не пастырь уже. Потому что он на отдыхе, будем говорить так, в отпуске. У него обязательно должна быть паста. И паста какая? Написано, Христос в лодку, и ученики с ним. И до такой степени он их учил, что заснуло, что такая буря идет. Штормит, качает туда-сюда, там волна бегает, вода падает на лицо. А он устал. Почему? Ну, учил, учил, ну, учить бестолково их попробовать. Вот как этот учитель. Он не знает, что придумать уж там. Это тут учитель. И Господь то же самое. Ну, что им еще сделать? На лодке поплывем. И вот они боятся, они его призывают. Для чего нужен пастырь? Чтобы найти место пастырь, чтобы овечки были всегда сыты. И они этим вас благодарят, пастыря своего. Пастырь от них зависит. Вот в чем дело. Почему? Об этом как-то мало сказано. Пастырь-то зависит. Там шкурка, молочко, миско там есть от них. А главное, что это достояние его. Это его труд всей жизни. У нас, ну, нету этих пастырей. Ну, хоть вы меня... Вот батюшка приехал, вот смотришь, ну... на батюшку и радуешься за него, думаешь. Батюшка, как бы ты знал, он вчера... Тут что-то сказали, он говорит, да вы что, думали, что меня тут вперед ногами, что ли, привезут? На Сергея, главное. Я говорю, батюшка, ну, тебе... Чего у вас, говорю, в голове за мысли такие? Я сказал, батюшка, слава богу, живой, да. Он говорит, а я, что должен, перед ногами не дождетесь? Я говорю, батюшка, да вы что? О чем вы говорите-то? Мы только и думаем, что вы подольше с нами пробыли, потому что мы по-настоящему вас любим. А почему? Почему? Потому что он понимает, что зависит от нас, и он нас любит. Сколько с ним, вот я могу сказать, потому что мы тут рядом жили, Марина приготовит вкусное, все, батюшка поест, и у него силы большие. И мы начинаем с ним говорить вот как раз о пастырях. И я этих пастырей, которых не видел, в хвост и в гриву, а он-то знает их там, ему их жалко, потому что он их прям в глаза видит. И ему жалко, он, да они не все такие, они там есть добрые и так далее. Господь не это хочет от нас, чтобы ты только был добрым, или, допустим, ты будешь знающим. Вот там на горе точно много травы. Пошел шалаш, лег и лежит, и ни одной овечки 5 нету. Все нужно знать в этот момент. Все. Ну да, батюшке нашему повезло, что есть у него помощник хороший, брат его. Да, как бы, ну повезло. Ну других, других-то надо тоже выискивать людей. Ну смотреть рядом, если ты, если ты пасешь кого-то, если ты зависишь от этих, от этой пастыры. Ну почему ты только о храме разговоры ведешь? Как не посмотришь, какую передачу по Союзу там, или какие где? Все о храмах. Все о бумерших, только о каких-то священниках, о бумерших каких-то людях, о каких-то там реликвиях. Ни одной не было программы еще, чтобы говорили об общине. Конкретно показали какого-то человека. Обязательно показывают. Батюшка, у которого куча там детей, матушку там, какую-то немножко такая странную, там как у Сысоева, и так далее. Никогда не показывают общины людские. Нету этого понятия. Нету. Вот люди, батюшка, и он сидит вот как вот у нас, и вот что-то обсуждают они. Такое нормальное. Не то, что как вот, Мурка, ты мой муреночек. И они сидят такие, сестры, видать тоже. Ты мой котеночек. Что-то там подпевают ему, этому священнику. Вы что, это, вы куда эту пасту-то уже снарядили-то? Вы кого, волков что ли тут выращиваете? Овчар? Я хотел вопрос вам задать к этому. Вот когда начинаешь это говорить, и не один человек, а десятка, полтора, два. Есть грамотные люди, и неграмотные. Кто больше, и первый выступает против о пропоте евангельска, с покаянием, все. Кто есть, у которых там 5-10 классов, и есть с высшим образованием. И особенно бывает среди их священники. Кто против, начинает тормозить? Я на вас говорю. Ну, грамотные, с высшим образованием, и священники. Я пример, я из жизни беру. Я этого, ответы не искал, они сами выплывали. Вот я нахожусь в Лос-Анджелесе, там живу уже неделю, вторую. Мне нужны встречи. Я говорю, дайте встречи мне, ездим, возвращаемся, собираем продукты. Мне люди нужны. Старики тут стоят, бритые, зарубежная церковь, православная. Да наша молодежь, она ничем не нуждается. Нет, это так. А другой говорит, а ты за сколько машину купил, старик-то? За столько. Да хорошая. Хоть по старости поезжу на хорошие. Разговор идет хороший. Добрые люди, видать. Наконец-то прям вопрос поставил. Я не хочу здесь быть. Когда в Америке зажали, в Скорлупе этого, Хрущев ездил-то, он говорит, я летел сюда, 12 часов, отсюда я полечу домой, 10 часов, с такой скоростью буду лететь, что мы еще заключили, лететь в тюрьму. А почему? Потому что поступило полторы тысячи заявок на расстрел его, снайперов. Там может быть меньше, но ему говорят. Ну его везде охраняют, в железном вагоне везут. И наконец он вышел по магазину идет, закуску взял, а одна продавщица ему все-таки по прилавку и руку подала. Она не думала, он ее за руку взял, по три, пожал, тогда глянули на него и в обморок хлопнулось сразу. С прилавка. Она не ожидала этого-то. А там выступает один, в Лос-Анджелесе, мэр города. Я вот хочу сказать, я из простых людей. А вот видишь как, я мэром стал. А он же Хрущев-то, Никаси Евгеньевич, говорит, ты что ты меня удивил-то? Я из простых. Сын Шахтера. Так я еще в утробе матери избавил президентом суда. А тот решил над ним посмеяться. А он тогда и сказал, говорит, знаешь что, мне кажется, он надулся, хотел пернуть, но обосрался. Это все написано. И как он говорит, это все показано. Понимаешь, я к чему говорю? Наконец, мне молодежь эту собрали и повезли. Повезли на крайний, или где-то я помню, Лос-Анджелес. Там какой-то такой одноэтажный, расползся везде. Знаменитый город. Ну да. Все это там, это все, город Сан-Джелес. Все кино там ставит, вся индустрия там. Да, Голливуд. Голливуд. А там, на дому у Сорокина собрались-то, молодежь, ребята, гляжу, девчата такие, ну молодежь там, 18-25 лет, такие все. Ну что там, время-то уже 6 часов. Ну они думают, 6, так есть, мы все мы обед сделаем-то. Никаких обедов, 7, 8, 9, 10, 11. Старики, вы что-то, что-то, тут не наша молодежь-то. А я им говорю, спрашиваю, они отвечают, такая интересная молодежь, так они вышли, старики, да как-то наши дети такие-то, да как же так, да этот серб сидит, да он как наш человек, а этот американец, а другой из Канады, другой там какой-то сидит, приехал, и все одинаковые. Один раз выступил, один раз, но я выезжал. А они русскоязычные все, да были? Кто еще говорил? Все русскоязычные все, как вы сидите? Все русские люди, не русскоязычные, а русские. Не считая сербы этого. Я другой, сидим у отца Дмитрия Дудкова за столом. В то время был популярный самый не Глеб Яхунин, не Александр Мене, а Дмитрий Дудков. Дудков. И я сижу здесь, он в том конце, а я сижу где-то вот здесь вот. И в это время, считали там написано, в это время дали мне слово. Я стал говорить, кажется, о рождении свыше, о любви. А народу было столько, у него ведь народу просто комната полная. Как пошли мне записки под столом, передают, чтобы он не видел их, чтобы встретиться, встретиться, там решить какие-то вопросы. Я кончил, отец Дмитрий говорит, что вы наделали, Игнатий? Я десятки лет, собирал народ. Народ, а вы как ледокол прошли, вот так разрезали сейчас. Я же вижу, что тут у меня. Он уже пожалел, а у меня магнитофон, вот, а именно выращивают, на пленке все это можно прослушать-то. Мы дома прослушали. Это батюшка, святой человек. Но вот это вот их, это есть. Я все знаю, как он говорил, как буквы Янь говорил, как понимать, я все описал. Психологический анализ это. Ну, я начинаю говорить, когда он дастся. Он перестал давать мне, тогда отец Деметрий, ну, дайте Игнатию ответить. Дайте. Я начинаю, говорю, полпредложения скажу, он говорит, так, все, хватит, я сейчас скажу, что он хотел сказать. То есть, мою неоконченную мысль, он к ней хвосты привязывает, и все. И мы дома, когда стали слушать, Алла, знаешь же, все было. И мы поняли, какое тяжелое состояние, и чем оно кончилось, каким отступлением, отречением, и сделался духовником большевистской газеты завтра. Вот как. И поэтому, здесь я статью какую-то написал, вернулся из Америки, кажется, называется, пойдешь за чужим, потеряешь свое. Это слова Ольги, книги не. И статью напечатать, мне сказали, статья не идет, она не примется народом. Я говорю, зачем вы решаетесь на народ? Вы напечатайте. И он напечатали, статью выставили на всесоюзный конкурс. А там мне потом сказали, а вы, я говорю, решали. И поэтому, когда ты говоришь, ты ничего не решай, ты скажи, Господи, положи на сердце, я ничего не знаю. Вот совершенно ничего не знаю. Вот я выхожу, какие знания там, сразу я предупреждаю, у меня нет ни семинарии, ни академии, ни диссертации, ничего нет. Я совершенно в этом деле не имею никаких званий. Но я люблю Господа, это несомненно для всех. Я хочу, чтобы вы его полюбили. Все во Христе, без него ни начала, ни конца нет. Все. И вот я о чем разговариваю, и потом встречались, я говорю, старики, так они все еще стояли, ехали. Это наша молодежь. Это наша молодежь. Выходит, что во всей Америке никто не встретился. Мы приехали в Москву, а все, один на телефоне, ну и комната здоровая, такая может быть. А едем 6-8 человек. Собрались в Москве, их полно. И один друг ему говорит, а ты откуда? Он говорит, да как откуда? Я из Москвы. А где? Да я на Таганке. На Таганке. А вы? А я на Соколе. А ты? Я метро определяю где-то. Еще себе, говорит, с Алтая приехал, чтобы у нас свести вместе. Так это молодежь. Ее никто не трогает. Это наша русская молодежь. Это в нас внутри вот эта вот разрозина с довольством подстилкой и кормежкой. Вот это есть. Я живу. Еще, еще больше надо. Я верующий в храм приду, стою в воскресенье, понедельник. Вот. Вот это надо все заложить. Почему их люди не принимают, священников? А они теперь душат меня со всех сторон. Сегодня выступает, да. Выступает икона такая у него и лжепроповедник, лжебиссионер Игнатий Лапкин. И так ролик называется. И он стоит за иконой, спрятался и говорит Новосибирский, другие там, Москве, Дворкины. Почему? А у них нет ничего. Они совершенно бесталанные. А деньги получают, кассия расписывается, миссионерский отдел, начальник. А надо смириться перед Богом. И миссионерским отделом вас двоих Бог сделает. Из трех нет отделов, только из двоих. Вот выражение такое есть у Сысоева. У Сысоева есть такое выражение. Выгод христиане попадете в рай только в том случае, если будете за всю свою жизнь будете распяты, как Христос. распяты. Там написано распяты не просто распяты, а что будете себя выполнять заповеди Божьи. Первое там он написал. Второе, что вы будете распяты, потому что вы терпели гонения, какие-то искушения, терпеливо и не возроптали. И как вот Иов пишет, что как Иов терпел и получил награду. То есть он терпел. Поэтому вот все свои претензии к другому человеку в этой жизни нужно претерпеть. Понимаешь, тут надо так сказать. Вот это необходимо мне знать, как поступать с девочкой, как с мальчиком, как со взрослым, как на работе. А он говорит, не будут иметь нужды, чтобы учили друг другу, но все будут научены. Догматика. Я когда обратился, первый день, я ничего не знаю, но я уже знал, там в Венспусе ну примерно 8 или 10 разных ересей было. Динаминация это называют где-то. Я сразу подумал, а где впереди? Это Господь мне положил. А вот это вот как поступить правильно, во сколько вставать, чем питаться, учить этому не надо, тебе Бог это откроет. Мне нужна догматика. И догматику я прочитал, принял, мне толкование не надо, я православный, мне не надо это. То есть и вопрос решен, троица, а нет такого слова. Отцы верили так. Я ни разу не пожалел, что принял такую себе инструкцию. Никогда не надо залазить за край. Святые отцы истолковали. Я прочитал правила, все, это мое. Вот это надо дать. А вот это научиться правильно, как тут сидеть, облокачиваться, не облокачиваться, работать, сколько Бог положит на сердце. Чем питаться? Моя мама говорила так, что душа принимает, то и ешь. Неграмотная женщина. В организме это заложено. Ты поел, я поел сейчас и чувствую даже горько, а калину брали, Надежда Васильевна наварила, для того хорошее варенье такое, или не варенье? Сок. Варенье, варенье. Калина, из калины. Душа принимает, то и ешь. Все. Не ешь консервы, это определенное. Не жарено растительное масло, это вот два-три пункта таких надо знать. Ребенок сейчас рождается только еще. Три месяца уже онкология мозга. Да как это может быть? Не пил, не курил. Я говорю, сын хороший она, не пьет, не курит, за девушками не ухаживает, и вовремя спать ложится. Ну, это редко. А сколько ему? Да уже три месяца. Масфея 28-28 Когда он прибыл на другой берег в страну Гиргисинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. Толкование. Марк и Лука говорят об одном бесноватом, имевшей легион бесов. То надо бы надумать, что один из двух, именно тот, о котором говорят Марк и Лука, был страшнее другого. Христос сам подошел к ним, так как к этим страшным людям никто не осмеливался приступить или привести их к нему. Живя в гробах, демоны хотели утвердить мысль, будто души умерших делаются демоны. Но да не будет всего и в мысли у кого-либо, потому что душа по разлучении с телом уже не блуждает по сему свету, но души праведных покоятся в руке Божией, равные души грешных тоже отводятся отсюда в свои места, как, например, душа богатого. Лука 16, 23. Я хочу спросить вас разрешения с одним человеком из вас источник побеседовать. И вы вызываете, человек верующий или не верующий. Разрешаете? Здорово. Алло. Тебе нравится в общине у нас? Хорошие люди? Хорошие. Может, есть кто, кем ты недоволен? Доволен. Доволен всеми. А ты когда-нибудь разговариваешь, за собой следи, чтобы не солгать? Правда сказать? Или можешь солгать и даже не заметить? со стороны виднее я как за собой. Ты дома вчера был? А ты говоришь, да, я был дома ночевал. А Сергей говорит, он у меня ночевал. То есть явно, что неправда. Вот так вот. Такое бывает иногда. Ты сам за собой замещаешь? Да, когда я знал ложь. так. Теперь я на обсуждение, чтобы вы помогли. За меня поступили такие сведения, что ты решил этот домик продать, а купить новый. Так или не так? Ну, так он не сегодня и завтра завалится. Нет, ну ты летом или когда-то? То есть у тебя намерение от этого домика избавиться? Где я печку ремонтировал? ходил у тебя? Если бы я не знал, я говорю, он завалится вот. Ни сегодня и завтра. Как это домик? Ну, матка надоломилась, которая над печкой. Только печка и берет эту матку. Ну ладно. Ну, в общем, у тебя намерение есть домик продать этот? Новый купить? И новый ты подсмотрел уже за сколько тысяч? 600. Ты понимаешь, нет, какими суммами ворочит? А откуда у тебя такие деньги? Пенсия какая у тебя? 8 тысяч? 8. Да чтобы тебе за год 10 месяцев год не пить не ест, только 80 будет. А то тебе 7 лет надо не пить не есть. Пока оставим это дело. 7-8 тысяч? У нас 300 тысяч будет к весне. Ну ладно. А где ты заработаешь? Ну, они уже есть. А? Есть. А было такое, что какая-то организация дома строила, квартиры давала и тут деньги влаживала, а потом пришел утром не афиши еще было? Ну, погорел я на... Погорел. А сколько ты туда заложил, которые они смылись с деньгами? Сколько? 777 777 тысяч. Утром пришел, никакой афиши нету, ни с кем не советовался. Я обратился сразу к брату Севастьяну, адвокату нашему здесь, юристу, и он говорит, что, а как, они не зарегистрированы, нигде, табличку вывешали, и ты ни с кем не посоветовался. А ты слышал, что без совета это дело расстроится. Такое слышал, Солома, он говорит, дело нарушится, не состоится без совета. Ты это не слышал? Не читал. Ты вот этих людей считаешь, что мы как одна семья здесь? Почему мы не уходим домой? У каждого домик есть, где-то квартирка где-то есть. Только не солги. Я у тебя ничего не отнимаю, просто хочу узнать. Ты где-то что-то выпрашиваешь сейчас деньги? Ходишь там? Милостыню или как-то? Только питание? Питание у людей выпрашиваешь? Ну, ну как? Организацию, кафе там, столовая. Ты где около церкви просишь или где? Пищеблок. Пищеблок. В магазинах. Ну, поясни, как ты просишь? Вот ты зашел, вот это пищеблок, говори дальше. Я директор. Ты зашел. Так, что вы хотели? Да я не заходил, но... сторож. Говори. Что ты хотел? Что ты стучал? Ну, пищу осталось, покормить и все. Мы это мы свиньям отдаем, ты же не будешь там обедки, люди не доедают. Нет, ну почему, если в котле она еще. Котле. А у людей где-то отдельно пищеблоки не просишь? Нет. Тебе деньги где-нибудь дают на стороне? Нет. Видите, мне поступили такие сведения, и я решил побеседовать. как-то там на мусорь я подбирал эти обедки, но... Ну, это еще обедки. Ты познакомься, к нам ходит парень, дедушка вон той, девицы, крайняя, Володя. Он приносит к нам, он там берет где-то, списывает, я говорю, на помойке? Нет, прямо в магазине. Они там видят, что несколько ягодок загнили, и виноград такой полный, там полтора ведра принес сразу. Там эти яблоки, яблоки, там маленько бывает, где-то маленько подлежали, и придавило яблоко. И он приносит, там отстирал мешки, одежды, притом не на помойке, они кондиционные и бракованные, там не берут. И они тут уже выносят, а люди, которые знают, они там уже дежурят, они все разбирают и разносят. Ты познакомься с ним, и ты можешь тебе какую-то выгоду иметь. А какая организация? Володя, один, к нам ходит, Надежда Васильевна. И ты можешь там прокормить все. Там все. Там бывают какие-то как вафли, и бывает один-то маленько заплесневел-то, а они прям целую коробку ее вытаскивают и разбирай, кто хочет. Прям совершенно нормальный. Не разу никак. На хлебозавод там навадился ездить этот, Глушков. И он, они там дешево-дешево хлеб подают, какой-то там сыроватый. Ну, я его покупаю, он привозит прямо с хлебозавода-то. Я насушил 12 полных мешков сухарей, а сухарей-то они меньше сжимаются. И потом потерявку привез и даром все раздал. Я покупал его. Ну, и то, что я хороший, а просто я знаю, люди нуждаются. Ты можешь такой бизнес открыть здесь. Да, это самое лучшее. Не на помойке, повторяю, не на помойке, а некондиционные товары называются. Их Роспотребнадзор проверяет и может сильно штрафануть. Они поэтому списывают. Бывают сын... Расроченные товары называются. Да. Бывает и так. Расроченные. Ты с ним познакомься поближе. Василий Николаевич, познакомься, тебе это полезно будет. Чтобы он тебя с собой взял. А перед тем, чтобы он тебя взял, ты где-то должен быть рядом. А рядом Надежда Васильевна знает. Телефон все есть. А я тебе ему дам твою характеристику, что ты не вор. Ты не вор? Нет. Нигде еще не воруешь? Нет. И ты не лжец, не обманываешь. Ну, я таким тебя представлю. Он такой же, как ты, простопили, как я. Ну, так и получится что-то. Нет, я не воруешь. О, вот это я поднимаю. Присядь маленько. А где остальные? Уехали, готовиться, нам быстрее бежать надо. Ты один остался? Ну, как? Почему один? Нет. Я быстрее, тем мы уехали на машине домой уже. А они уехали уже? Да. А ты на машине? Мне сейчас надо ехать. Ты один поедешь? Да. Ты на автобусе, да? Нет, Я на машине. А, машина у меня стоит. У него машина. Надо забирать. Так, минут 10 посидишь? Да, некогда. Дороги-то нету. Надо освободить. Кто не знает его? Пойдем. Устал. А я в Барабаши, вероят. Я же на Тамару возил. Я сейчас в краешку встаю. За него ворсую. Я же говорю, я промеж вас проезжал. Мы сейчас Бога поблагодарим, что закончим. Вы машину вот так построили. Достойно есть я, как воистину, блажен тетя Богородица, пресноблаженную и пренепорочную. Ты, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слово родшую, сущую Богородицу Тя величай. Болитесь, Любящий наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за этот воскресный день, напоминающий о Твоей победе над тьмою, над злом, над сатаною. Господи, саделай так, чтобы все наши родственники были избраны пред Тобою. Всем дары духовное рождение и водительство Духом Святым. Ты, братьев наших, возвратил в целости. Слава Тебе. Благослови нас на дальнейшую жизнь. Научи нас исполнять с радостью духовные заповеди Твои. И распусти нас с миром. Тебе, Божья, хвала. Тебе слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернее благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Божий, всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Господи, как страшный судья мы прибегаем к Тебе. Услыши нашу молитву о всех заповедывших нам, молиться о них. Господи, спаси их и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай ты, да слышит раб Твой. Аминь. Так, мы уходим. И открываем ворота, вот так. Знаешь, что? Да есть.